Изобразительный язык Сеслея всегда прочно соответствовал ингрессионизму. Он также демонстрировал свою привязанность к первым вдохновителям Коро и Добинии. Однако то, что действительно его отличает от других авторов, это постоянная сдержанность, чувствительность его взглядов, любовь к тихим пейзажам. В его работах присутствовала большая скромность, когда он пытался передать находство очарования, которое он испытывал перед реальными ситуациями и видами природы. Нежные пейзажи Сеслея с их постоянно меняющейся атмосферой были прекрасно созвучны с его талантом. В отличие от Моне, он никогда не стремился к драме бушующего океана или ярко окрашенным пейзажем лазурного берега. В последние 20 лет своей жизни Альфред Сеслея редко покидал окрестности маленького городка Горы Сюрлуа из-за материальных трудностей. Климат местности гарантировал художнику интенсивную освещенность и достаточно разнообразные погодные условия. Если в картинах Сеслея повторяются одни и те же мотивы, склоны холмов, лесные дорожки, маленькие деревенские домики, плотины бульвана, то своеобразие и оригинальность этих работ заключается в исключительной способности художника запечатлеть подлинный, но эфемерный момент, когда игра света и ветерка в воздухе придают пейзажу независимую объемность. Данная картина представляет зеленую долину близ городка Сен-Клу, расположенного на берегу Сены в 10 километрах от Парижа, где Сеслея поселился в 1879 году. Композиция имеет горизонтальное расположение. Художник изобразил фруктовый сад под пасмурным весенним небом. Группы небольших кучевых облаков оживляют небо, создавая причудливые букеты белых цветов. Кроны деревьев усыпаны буйным цветением, словно снежными шапками, напоминая ушедшую зиму. Легкий ветерок дует в ветвях деревьев и качает нежные лепестки распустившихся бутонов. На деревьях на переднем плане цветов больше, чем листьев. А коричневые стволы на заднем плане только начинают окрашиваться в легкую зеленую дымку молодых листочков. В середине картины, за дорожкой среди деревьев, расположился обеленный дом с красными станями. Холст отражает сладость весны в Парижском регионе. Картина представляет собой позитивную атмосферу красоты, ясности и легкости пробуждающейся природы, написанную с высокой степенью импрессионистского мастерства. Живущему в состоянии хронической нищеты Ле Фредо Сеслеек часто оказывал поддержку доктор Жорж де Беллио. Он, очевидно, был их семейным врачом. В 1883 году оказывал помощь жене Ле Фредо, Мари Эжен Ле Куэзер. Эбеллио неоднократно покупал картину у Сеслея. Данная картина досталась по наследству дочери доктора, Викторине Доно-де-Мончи, которую она передала в дар музею в Марматон-Моне в 1938 году. Доно-де-Мончи, Доно-де-Мончи,